Всем привет, дорогие друзья! С вами Фростик, и сейчас я бы хотел поговорить об очень актуальной теме на сегодняшний день. Опасно ли получать root доступ на своем устройстве? Думаю, многие из вас знают, что если вы хотите делать какие-то приятные ништяки на своем планшете или смартфоне, то для этого нужен root доступ, потому что приходится копаться в системных файлах или в чем-то еще. Кто там, какие-то там нужны файловые менеджеры, которые требуют root, всякие геймчихи, геймгвардианы, фридумы, лаки патчеры, везде нужен root. Если там даже просто интерфейс хочется какой-нибудь ништяк припилить, тоже нужен root. И люди получают root абсолютно разными способами, перепрошиваются, мучаются неделями, но получают этот root, не задумываясь о том, что может повлечь за собой этот root, какие могут быть последствия. По поводу вирусов на Android я уже говорил, что в последнее время мобильная индустрия от этого очень сильно страдает. И в ближайшем будущем я постараюсь вам рассказать о популярных червях, которые можно поймать в интернете, как они работают, где их можно поймать, как от этого себя защитить, скажем так. Но об этом чуть позже. Но сейчас отвечу на вопрос сразу. Это очень опасно. Получение root это приводит к тому, что любой вирус, попавший в ваше устройство, может управлять вашим устройством на полных правах, то есть так же, как и вы. Он тоже получает root доступ, который уже на вашем устройстве есть, и всё. И он может делать всё, что угодно. То есть есть вирусы, которые имитируют отключение смартфона. Вы думаете, что вы отключаете телефон, на самом деле вирус просто спускает... Не загрузчика, как там... Короче, анимацию выключения, отключает экран, и всё. При этом устройство остаётся в рабочем состоянии, и когда оно у вас где-то в кармане, оно может записывать видео на обе камеры, оно может записывать всё на микрофон, что вы говорите, что вокруг вас происходит. А если эти две камеры записывают, то они могут потом спроектировать местонахождение. В общем, очень много всего можно сделать с помощью root, особенно с помощью прямых рук, умных мошенников и очень страшных вирусов. И как бы то ни было, все напарываются на вирусы. Просто какие-то вирусы безобидные, почти безобидные, а какие-то реально вот такую вот хрень творят, которую я сейчас вам назвал. Что же делать, если, ну, без root никак? Опять же, советую поставить какой-нибудь антивирус, если вы постоянно ковыряетесь в каких-то очень странных приложениях, например, как я, да, мне приходится всё устанавливать, пробовать, смотреть, работает, не работает. У меня очень больший шанс поймать какой-нибудь вирус, и это действительно стоит задуматься о своей безопасности. Если вы просто пользуетесь лаки-патчером, чтобы взламывать свой любимый PowerMplay, покупать вам просто обломно, и больше вы ничего не делаете, то, в принципе, у вас, если голова на плечах, то вам ничего не грозит. Не лазите по непонятным сайтам, не скачивайте какую-нибудь херню, и просто будьте внимательны, всё, достаточно этого. Но здесь напрашивается такой вопрос. Если вы прошили кастерную прошивку, какую-то типа MIUI, Cyanogen или что-то ещё, где root идёт прямо вот сразу, вы её останавливаете, и у вас сразу root доступ. Но вы не хотите им пользоваться, и хотите, чтобы ваш телефон не подвергался атакам и был как можно безопаснее. Такие прошивки, они на самом деле безопаснее, чем любые официальные, потому что эти прошивки постоянно получают обновления. Например, MIUI каждую пятницу обновляется, или даже чаще иногда, потому что находит какой-то баг и сразу это фиксит. То есть, устанавливая какие-то такие масштабные кастомные прошивки, там, Flame какого-нибудь портирования или что-то ещё, не нужно беспокоиться о безопасности, потому что постоянно прилетает обновление, постоянно за вас о безопасности уже думают другие люди, которые за это получают деньги. А root просто элементарно можно убрать, заблокировать bootloader и всё. Ну, всё зависит от вашего телефона, какой у вас телефон. Если это Сонька, то там гораздо лучше. Или Nexus. Просто bootloader заблокировали, root убрали, всё, вы в безопасности. Ну, если вы ставите какой-то кастом, который собрал просто какой-нибудь умелец 4 PDA, который не будет оказывать поддержку этой прошивки, просто какая-нибудь красивенькая, прикольненькая и с root сразу, то опять же ставим антивирус, либо очень внимательно себя ведём. Стоит ли ставить root просто так, просто для галочки? Нет, это очень глупая идея. Если вам вот прям позарез нужен root доступ, вот как я говорил, для лаки-патчера, там взламываете игры, приложения и прочее, тогда да, root ставить придётся. Если вы пользуетесь телефоном просто как смартфоном и не заморачиваетесь всей этой фигней, там, с тонкой настройкой интерфейса через экспозит, там, с модулями, не взламываете ничего, покупаете приложение как обычный гражданский, скажем так, то root ставить вообще нет, даже лучше не думайте об этом, так безопасней для вас же. Ну, в принципе, вот, вроде бы ответил на этот вопрос. Пишите в комментариях, что хотелось бы вам ещё узнать по этому поводу, и мне будет интересно почитать, что вы думаете об этом, опасен ли root на устройствах, как себя лучше защищать от вредоносного ПО, и всё в этом духе. Как обычно, ставим лайки, пишем комментарии, социалочки все снизу, всё будет на моём сайте, до новых встреч, пока-пока!